Проект «Человек-идущий» запустил командные соревнования по фоновой ходьбе с использованием мобильного приложения по подсчёту шагов. Проект призван мотивировать людей среднего и старшего возраста к повышению ежедневной двигательной активности. Проект «Человек-идущий» реализуется благотворительным фондом Лиги здоровья нации при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Проект призван мотивировать людей среднего и старшего возраста к повышению ежедневной двигательной активности. Проект «Человек-идущий» реализуется при поддержке Минспорта России с 2019 года. Проект направлен на стимулирование и повышение ежедневной двигательной активности людей разного возраста, на развитие естественных методов оздоровления, Создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни, увеличение количества людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В основе проекта лежит организация всероссийских командных соревнований по фоновой ходьбе с использованием мобильного приложения по подсчету шагов «Человек-идущий». В рамках соревновательной программы проходят чемпионаты России по фоновой ходьбе для корпоративных, муниципальных, студенческих, семейных команд, команд пенсионеров и неформальных объединений граждан. Ходьба остается самым массовым, физиологичным и доступным видом физической активности. Использование современных средств коммуникации позволяет геймифицировать, персонифицировать, фиксировать, систематизировать и анализировать процесс ходьбы. Соревнования проходят на системной основе в течение длительного периода времени – полтора-два месяца, не учитывая дополнительных сезонных акций и соревнований вне гранта Минспорта России. В среднем участники совершают по 10-20 тысяч шагов в день, что приводит к формированию оптимального двигательного режима и привычке к ходьбе. Все участники соревнований через мобильное приложение и аккаунты проекта в социальных сетях сопровождаются экспертами Лиги здоровья нации, получая советы по организации оптимального двигательного пищевого и питьевого режима в период соревнований, а также общие советы по ведению здорового образа жизни. Проект «Шестой год» становится победителем конкурса грантов Министерства спорта Российской Федерации. В 2020 году проект вошел в сборник лучших практик активной долголетия национального проекта «Демография». В 2020-2021 годах признан самым массовым спортивным проектом года в условиях ограничения социальных контактов и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В 2022 году проект второй раз вошел в сборник лучших практик активной долголетия национального проекта «Демография». а также в сборник успешных практик общественного здравоохранения. Проект включен в программы по формированию ЗОЖ крупнейших российских корпораций. В проекте «Человек-идущий-2024» могут принимать участие организации, муниципалитеты, образовательные учреждения, группы ЗОЖ, пенсионеры, семейные команды. Скачивайте приложение «Человек-идущий», считайте шаги и участвуйте в чемпионате России по ходьбе. Больше информации на сайте человекидущий.рф Утренняя зарядка помогает человеку взбодриться, зарядиться энергией, положительно влияет на здоровье. Утренняя гимнастика предупреждает многие негативные процессы в организме. Утренняя гимнастика – прекрасный способ правильно начать свой день. Простые упражнения подходят для людей любого пола и возраста. Для того, чтобы тело оставалось в тонусе и дольше сохранялись молодость и здоровье, утреннюю гимнастику нужно делать ежедневно. Современный ритм жизни в городских условиях связан с малоподвижным образом жизни. Отсюда возникают многие проблемы со здоровьем, которые раньше были характерны только для пожилого возраста. Утренняя зарядка улучшит метаболизм, поможет зарядить энергией. Организм привыкнет к умеренной физической нагрузке, и человек будет бодрым и активным весь день. При движениях тела, рук и ног улучшается деятельность сердца и сосудов. Нормализуется работа нервной и дыхательной системы. Ежедневные упражнения помогут выработать правильную осанку, помочь позвоночнику. С утра человек не отличается быстрой реакцией и активной умственной деятельностью, потому что ночью все эти показатели снижаются для полноценного сна. Гимнастика помогает проснуться, привести себя в рабочее состояние и зарядиться энергией. Даже небольшая, но регулярная физическая нагрузка положительно повлияет на тонус мышц, пищеварительный тракт и кровообращение. Активность будет полезна любому человеку. Насыщая организм кислородом, можно замедлить процесс старения. Есть противопоказания к упражнениям. Это повышенная температура тела и проблемы с давлением. Гимнастика для взрослых особенно полезна при малоактивном образе жизни, а также тем, кто страдает от частых психических нагрузок, сонливости. Упражнения дадут целый комплекс преимуществ. Предупреждение атеросклероза, насыщение мозга кислородом, улучшение концентрации и внимания, контроль веса тела, повышение иммунитета, укрепление сердечной мышцы, профилактика против сколиоза и остеохондроза. Комплекс упражнений поможет избавиться от ощущения разбитости, раздражительности, которые являются следствием недостатка движения и поднимет настроение. Гимнастику утром необходимо делать и пожилым. Комплекс упражнений может отличаться, но тут главное – регулярность. Зарядка улучшит метаболизм, поможет избежать проблем с суставами и истончением мышц, а также улучшит настроение и самочувствие, повлияет на укрепление костей, позвоночника, нормализует работу сердца, сосудов, органов дыхания, улучшит работу вестибулярного аппарата, что повысит координацию движений. Утренняя гимнастика особенно эффективно насыщает организм кислородом в проветриваемом помещении. Прекрасно, если есть возможность заниматься на свежем воздухе. Одежда и обувь должны быть правильно подобраны без стеснения движений. Все упражнения должны выполняться плавно с чередованием вдоха и выдоха. Прием пищи перед занятиями исключен, но после пробуждения нужно выпить стакан воды комнатной температуры. Обычно комплекс делится на три части – разминка, основные упражнения и растяжка. Основная часть подбирается по желанию. Можно использовать универсальные упражнения, такие как приседания, махи ногами, наклоны с касанием пальцев пола, выпады по очереди левой и правой ногой. Для взрослого здорового человека можно включить упражнения на пресс, отжимания. Каждое упражнение повторяется от 6 до 10 раз. В заключении выполняется последняя часть с растяжкой мышц и нормализацией дыхания. Заканчивать гимнастику лучше принятием вводных процедур, контрастного душа. Комплекс упражнений нужно чередовать, чтобы организм не привык к односложности и к одним и тем же движениям. Эффект от гимнастики не заставит себя долго ждать, особенно если постепенно увеличивать нагрузку. Вы будете меньше простужаться, чаще улыбаться, чувствовать позитив и поддерживать все системы организма в отличном состоянии. Грамотное мышление, ориентирование в пространстве и адреналин. Все это секция спортивного страйкбола при Саровском центре военно-патриотического воспитания. С 2018 года страйкбол – официальный вид спорта в России. Это командная военно-тактическая игра с применением специально разработанного пневматического оружия. Вид спорта молодой, поэтому команд пока что немного. Саровский коллектив – один из сильнейших в Нижегородском регионе. Он стабильно занимает первые места на областном уровне в течение последних лет. Страйкбол – это в первую очередь тактика, то есть это грамотное, оперативное, быстрое и точное мышление, ориентирование в пространстве, ориентирование в ситуации, ну и, конечно, физическая форма. Поэтому все это нужно в комплексе, все это надо вместе развивать. Недавно в Санкт-Петербурге прошел первый в истории чемпионат России по страйкболу. В состязаниях принимали участие спортсмены до 18 лет. Для участия было необходимо пройти отбор на областном уровне. Таким образом трое саровчан одержали победу и квалифицировались на первенство страны. Противники, конечно, ощущались, но мы заняли свое заслуженное место в соответствующей нашей подготовке. Противники были подготовлены тоже неплохо, но всем нам есть куда стремиться. Поэтому противникам своим я желаю дальнейшего роста карьерного. Ну и нашим командам, соответственно, тоже. Впечатления прям отличные, хорошие. Мне нравится этот вид спорта. Там адреналин, попадаешь в соперников, откаты всякие. На всероссийском первенстве ребята столкнулись с более серьезной конкуренцией, но с честью справились с трудностями. Результат – бронза в двух номинациях. Участвовали пять регионов, включая нас. Также Москва, Питер, Челябинск и Сахалин. Мы участвовали в двух категориях. 4 на 4, где мы выступали втроем. И в 2 на 2. В обоих номинациях мы заняли третье место. Ребята получили ценный опыт для дальнейшего спортивного прогресса. Дополнительным испытанием стала коммуникация с тренером. Из-за недостаточного финансирования он не смог поехать на сестирование вместе с командой. В перерывах соревнований команда поддерживала связь с наставником через мессенджеры. Не всегда получается сопровождать команду. Хотелось бы, конечно, каждый раз присутствовать. Но все у нас упирается, как всегда, в финансирование. Финансирование молодого вида спорта, оно не слишком развито у нас в стране вообще, в общем. Да? Не только у нас в регионе. Поэтому исходим из возможностей. Огромное спасибо нашему тренеру Юрию Алексеевичу. У нас прям тренируют, вкладываются в нас. Без его помощи мы бы точно не выиграли. Сейчас в секцию страйкбола открыт набор юниоров от 14 до 17 лет. По всем вопросам пишите в группу ВКонтакте «Центр военно-патриотического воспитания». «Центр военно-патриотического воспитания»